здравствуйте дорогие зрители и подписчики канала крипто комманс мы приветствуем вас в очередном выпуске news блока крипто по объективным причинам наш вчерашний выпуск новостей мы перенесли на сегодня перечитав и пересмотрев все новости крипто мира которые появились в этот дополнительный день и как и всегда уважая и экономия ваше время оставили для вас только самое важное и интересное вместе с нашими комментариями и разъяснениями и так сегодня в выпуске падение доля рынка стекинг пула лидо и почему это хорошо для рынка в своем интервью на bloomberg tv генеральный директор хат эйт майнинг объясняет почему в этот раз хаудинг не будет таким как прежде в тени биткоина spot эфир и т.ф. понемногу движутся вперед и завершить наш сегодняшний выпуск обзор рынка с кевином свэнсоном оставайтесь с нами и так доля рынка лидо на эфириум упала ниже 30 процентов и все это благодаря протоколам рестейкинга лидо файнанс крупнейший стекинг протокол на эфириум с депозитами почти в 10 миллионов эфира имеет админирующую позицию на рынке стекины в сети эфириум уже давно имеют место опасения на этот счет ведь складывающаяся ситуация может привести к централизации сети но есть и хорошие новости на фоне недавнего роста количество протоколов рестейкинга ликвидности на эфириум рыночная доля лидо упала ниже 30 процентов ты можешь спросить дорогой зритель ну и что а вот что два важных момента в этой новости которые находятся между строк во-первых централизация сети в любом ее проявление является очень негативным фактором что естественно рынок включает в стоимость актива соответственно обратная ситуация для сети является позитивной новостью во вторых рестейкинг набирает все большую популярность и некогда монополист рынка лидо сейчас свою долю рынка начинает активно терять и вовсе не потому что он плохой а новые проекты хорошие а потому что эти проекты получая распространение и все большую популярность предлагают пользователю все новые и более интересные условия что для тебя как возможного держателя эфира или потенциального будущего держателя эфира должно быть крайне интересно главное помни что фундаментальное отличие стейкинга от предоставления ликвидности или так сказать займов заключается в значительно меньших рисках потерять свои активы конечно как и везде есть свои нюансы но главную суть ты уловил главное перед тем как принять решение обязательно детально изучи ту платформу с которой ты намерен работать как и всегда в наших выпусках и на этом канале мы тебе говорим действую осторожно и детально изучает тему в которую ты собираешься погрузиться если что-то непонятно гугли или задавай вопросы в комментариях мы их все внимательно читаем и максимально стараемся не оставлять их без ответа главное не забывай что все действия ты делаешь на свой страх и риск а все что мы говорим здесь не является финансовым советом и да если тебе нравится то что мы делаем от благодари нас подпишись на канал поставь под видео лайк и пиши в комментариях что тебе нравится а что нет ведь на основании именно этой обратной связи мы и становимся каждый раз лучше продолжает наш выпуск интервью генерального директора майнинговой компании hat 8 майнинг ашара геннета где он подробно объясняет фундаментальное отличие текущей ситуации и будущего холлинга от всех предыдущих а также объясняет ключевые факторы успеха майнинговых компаний в связи с ростом давления на них и сокращением доходов включая последствия этих событий на самый рынок биткоина что на твой взгляд отличает этот холлинг от предыдущих прежде всего масштаб гораздо более крупные операторы сосредоточены на решении первостепенной задачи по минимизации затрат работы в индустрии теперь на самом деле hat 8 расположилась свою штаб-квартиру в майами так что помимо развития которое произошло у нашего бизнеса ведь я начал и соучредил компанию под названием bitcoin corp затем мы развились в hat 8 money corp после этого мы учредили компания hat 8 расположившуюся с сша в майами так что для нас bitcoin является активом которые мы держим на балансе у нас их более 9000 что составляет на балансе около 600 миллионов наш майнинг себя чувствует очень уверенно а я верю в то что для того чтобы быть успешным и масштабным майнером в области необходимо работать на низких затратах и пока ты удерживаешься в затраты а рынок себя чувствует уверенно у тебя все получится и ты будешь прибыльным но когда рынок сжимается как будет после холдинга с учетом сказанного у тебя все получится да все верно но также нужно сказать о том что это событие очень по-крупному повлияет на индустрию ашер ведь последний раз когда мы наблюдали очень значительное сокращение в цене биткоина мы наблюдали вымывание игроков из индустрии а некоторые майнеры обанкрутились теперь наступает момент когда вознаграждение сократится хоть цена биткоина в настоящий момент и выше кроме того ты видишь эффект и деривативов поэтому как сильно могут упасть в цене акции майнеров по мере того как цена на биткоин также может падать ждешь ли ты вымывание игроков из индустрии ведь определенно кого-то это затронет да что ж но при этом я отмечаю что динамика которую мы сейчас наблюдаем отличается от того что было в двадцать первом году ведь например сегодняшние цены очень многих людей в настоящий момент спасают если после холдинга цена сохранится в 30 40 тысяч долларов то конечно это будет довольно сложной ситуацией но в 2022 одной большой причиной которая привела к значительным банкротством и закрытия майнеров стало наличие огромного количества сделок с плечом многие компании выросли на этом а затем это привело к тому что в двадцать втором году цены на биткоин упали а цены на электричество выросли сейчас же большая часть роста который мы наблюдали в 2023 и даже в начале 24 связано с рынком акций многие компании растили свой капитал за счет привлеченного капитала но даже если мы не наблюдаем большого количества банкротств из-за злоупотребления сделок с плечом в настоящий момент в экосистеме происходящие случаи я думаю вызваны невозможностью привлечения капитала ведь более мелким компаниям гораздо сложнее привлекать капитал необходим им для роста их компании и их бизнеса в то время как капитал будет концентрироваться вокруг более крупных компаний с меньшими затратами на производство дорогой зритель простыми словами очень многие участники рынка отмечают тот факт что в настоящий момент он гораздо более здоров сравнение с бычьим рынком прошлого сезона и прежде всего это связано с гораздо меньшим объемом спекулятивных сделок с плечом по всей видимости данной ситуации проявляется также и в том что мы не наблюдаем сейчас такого взрывного рынка который был ранее игроки соблюдают большую осторожность а рынок до сих пор не проявил себя как абсолютно безумный бык с одной стороны это хорошо но с другой те участники наших выпусков которые говорят о целях в 200 250 тысяч долларов за биткоин в этом или следующем году вероятно чрезмерно оптимистичны в любом случае самый главный вывод который мы можем здесь сделать заключается в том что позитивный настрой рынка а значит его и дальнейшее движение вверх никуда не собирается уходить движемся дальше сек ожидает комментарий по и тиф эфириум по мере приближения майского дедлайна во вторник 2 апреля сек опубликовала уведомление об открытии 21 дневного периода комментариев для заявок на и тиф эфириум от grayscale fidelity и bitwise запрос комментариев появился в связи с приближением долгожданного и окончательного срока 23 мая когда сек должна будет принять решение по заявлению компании ванок однако по мере приближения к раннего срока надежды на скорое одобрение заявок остаются низкими при этом не все считают что длительное ожидание и тиф на эфириум это плохо наоборот инвестиционный директор битвайс мэтт хоган предположил что более длительное ожидание может дать лучшие результаты он утверждает что традиционным финансам нужно некоторое время чтобы приспособиться к биткоину прежде чем они будут готовы к следующему шагу что здесь дорогой зритель важно компании добившиеся успеха в одобрении своих заявок нас под bitcoin и тиф не остановились и пошли дальше но еще гораздо более важно то что сек ведет диалог в этом вопросе это абсолютно отличает текущую ситуацию от многолетней ситуации с заявками нас под биткоин и тиф когда сек буквально игнорировала ситуацию и не спрашивала заявителя о дополнительной информации и хоть с одной стороны секс считает эфир ценной бумагой а на горизонте вырисовывается конфликт секс с другим регулятором сша cftc нужно помнить главную черту гэри гэнслера он вредитель крайне непредсказуемый и при этом трус история со взломом официальной страничке твиттера главного защитник инвесторов которая привела к потере денег инвесторов выглядит как абсурд но отлично вписывается в крыда гэри гэнслера поэтому я считаю что одобрение заявок на спут эфир и тиф вовсе не эфемерно рынок действительно не ожидает одобрение этих заявок оно и понятно и именно поэтому я считаю что вероятность их одобрения довольно высока до гэзлер ненавидит крипто но при этом он также боится попасть в опалу поэтому аналогично тому что я говорил в выпусках посвященных spot bitcoin и тиф я скажу и а spot эфире тиф вероятность их одобрения все-таки высока начнется ли эта история одобрением с 23 июня скорее нет наиболее вероятность сценарий по spot эфиру и тиф на мой взгляд заключается в более миниатюрной версии истории со spot bitcoin и тиф всех будет продлевать продлевать и продлевать затягиваем этот бюрократический процесс и играясь своей властью но а если мы услышим об одобрении то пусть это станет небольшим и добрым чудом ведь как ты сам уже знаешь дорогой зритель этот цикл отличается буквально во всем так что надеемся на хорошее и движемся дальше и завершает наш сегодняшний выпуск анализ рынка вместе с кевином свенсоном наш старый друг и товарищ очень точно подмечает что аналитика эмоционального взрыва и позыва к немедленному действию может показаться скучный и неинтересный но зачастую именно она является тем самым скрытым самородком который вам и помогает не потеряться в крипто мире в общем дорогой зритель сейчас ты сам все услышишь ребята всем привет как я недавно говорил в своих видео боковик всегда очень вероятен и сегодня 3 апреля среда середины недели а bitcoin отыгрывает абсолютно этот сценарий магди движется к нейтральной зоне снова опускается ниже а после позволяет образоваться боковику bitcoin продолжает формировать восходящие низы и похоже что у нас образуется поддержка а еще похоже что фондовые рынки набирают силу для отскока от ключевой линии поддержки snp 500 что ж все идет по нашему ожиданиям но еще одна вещь которая ложится на наши ожидания это rsi который станет нашим индикатором для последующего крупного движения биткоина потому что если мы посмотрим на rsa и на предыдущее движение цены то увидим что пробои дневного даун тренда индикатора являются очень хорошими сигнализаторами они обычно предсказывают следующий крупный пробой вверх и сейчас похоже для биткоина это все отыгрывает снова точно так же как одобрение tf то что мы называем событием продавай новости как только мы пробили down тренер сай образовалась новая вершина в цене и сейчас дневной индикатор bitcoin rsi опять находится в даун тренде и напомню что как только это происходило раньше это сигнализировало о новой попытке пробраться на новую высоту так что возможно мы приближаемся к этому событию и что еще примечательно об этом индикаторе так то что в последний раз когда мы например пробили down тренд индикатора то данное событие не произошло когда мы достигли новую высоту мы достигли уровня горизонтального сопротивления что подсказывает нам что когда мы пробиваем это сопротивление это событие происходит после то есть иногда этот индикатор может быть опережающим так что возможно в настоящий цена биткоина находится в поисках поддержки формируя нисходящий низ и даже перед тем как мы преодолеем этот паттерн rsi для нас станет опережающим индикатором для цены биткоина то есть преодолеет сопротивление rsi перед тем как мы вырвемся из нашего паттерна уровня предыдущего сопротивления то есть я жду этого события уже после то есть вероятно мы можем увидеть опережающий сигнал снова когда мы преодолеем это сопротивление то есть уже после преодоления даунтренда RSI. И именно это я сейчас и ожидаю. Когда мы прорвемся на достижение новых высот, и что еще интересно о данном паттерне, так это то, что халвинг биткоина должен будет появиться прямо в конце этого паттерна консолидации. Этой формации, в которой мы сейчас находимся, в конце которой халвинг произойдет прямо 19-20 апреля, что отлично ложится на конец этого паттерна, что значит, что мы вырвемся к направлению новых высот во время халвинга, что в целом станет очень бычьим сигналом. Ведь прорыв во время халвинга станет повсеместной новостью, привлечет огромное внимание, привлечет огромный спрос и чрезмерное бычье поведение цены. Кевин, как и всегда, благодарю тебя за, как и всегда, позитивную аналитику. Добавлю лишь то, что рынки, и особенно крипто, умеют нас удивлять. Так что, дорогой зритель, не воспринимай эту информацию как единственно верную, а принимай взвешенные и самостоятельно обдуманные решения. Но при любых раскладах я желаю тебе удачного трейдинга, замечательного вечера. А главное, позитивного настроя. Ведь именно он является ключом в твоем успехе. На этом у меня все. Увидимся в следующем выпуске.